Левобережный парк для Алены Сивановой и ее дочки – любимое место семейных прогулок, говорят. Особенно часто приходят сюда летом покататься на горках или качелях. Здесь приятная атмосфера, здесь уютно, вечером здесь красиво, такая подсветка интересная, прохладно, на воду смотришь, отражение города. Вечерами бываем, летом часто. Единственное, что может испортить отдых – неприятности, которые оставляют после себя вандалы. Восстановление испорченных ограждений, другие расходы по содержанию и ремонту паркового хозяйства городская администрация берет на себя за счет местного бюджета. А чтобы к имуществу парка относились бережнее, с 1 мая игры на закрытых волейбольных и теннисных площадках станут платными. В связи с участившимися вандальными действиями, а также для улучшения качества предоставляемых услуг, администрации парка было принято решение о взымании платы. Самая минимальная плата будет взыматься по городу Ростова-на-Дону. Также будут скидки и бесплатный час для детей до 12 лет. Час занятий на теннисных кортах и универсальных спортплощадках будет стоить 500 рублей. Неважно, сколько человек будут в это время играть. А все детские и тренажерные площадки, места для пляжного волейбола и йоги останутся бесплатными. Дмитрий Сумской, Юрий Ляшко, 1-й Ростовский.